Приветствую вас, дорогие любители и знатоки шахмат! В своем связи мастер Фида Максима Амариев. И сегодня я вам покажу первую живую партию на канале, в которой я сразился с одним из сильнейших индийских гроссмейстеров, Башкараном Адибаном. Он приехал на Кубок Мира и дошел до стадии 1.32, где уступил своему соотечественнику Сантошу Ведиту. Но уступил в тайбрейке. И вот на следующий день мы с ним встретились на горе, где и сыграли эту партию. После Кубка Мира был небольшой перерыв на канале, но в нашем Инстаграме и Телеграме оперативно выходили новости. В том числе и в своем Инстаграме личном я публиковал контент, так что можете туда подписываться, чтобы ничего не пропускать. Ну а теперь давайте перейдем к партии. Для того, чтобы полностью передать атмосферу партии, я не буду вставлять дополнительных комментариев сейчас. Внизу лишь будут субтитры, когда мы говорим по-английски, а подробный анализ партии вы увидите в конце. Это групп. 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 И от первого опыта, я могу сказать, что вы не хотите знать, что групп означает в русском? Да, я не хочу знать. Я покажу вам, что это означает. Какое-то, как массаж, да? Не так, что-то, наверное. Не так, что-то, наверное. Что? И я... Орай! Я попробую играть без этого. Давайте посмотрим. Я могу сделать что-то. Иди дальше. Иди дальше. Смотри, где мы делаем. Солнце. О, извините. Я Гроф. 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 Витри, лучше. Я не думаю. Но... Витри, лучше. Может быть, ты прав? Ха-ха. Я сделаю самую стратегию. Ха-ха. 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 Поехали! Это то, что я думал. Да, да! Это то, что я думал. Моя структура так злая. Да, так плохо. Так плохо. Надо это тоже. Это не ровно. Это не проблема. Я не хочу помощи. Я не хочу помощи. НОВЫХАВА ООО О! НОИСССР! НОИССР! НОИССР! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Слон Е3, развиваемся. Вот КНФ5 явилась неточностью с его стороны. Ему надо было сыграть А6, пытаясь сразу здесь сесть пешку, на ладе Б1, 2-0 просто. Ну и, например, вот так могла продолжаться партия. Как мы видим, позиция очень плохая здесь у белых. Кони идет на Ф5, защищая пешку на А4. Куча слабостей у меня. Играть было бы, мягко скажем, неприятно. Ну а после КНФ5, хода который сделал Адибан, я играю СНЦ5. КНФ5 препятствуя вражеской рокировке. После этого А6 хочет выиграть пешку, я ее защищаю. Владья Ж4, грамотный ход, чтобы не пустить Владью на А4. А кроме этого я защитил Ферзя и теперь играю БА. Видимо это подземнуло Адибан, в принципе он об этом и сообщил. Ф6 крайне неудачный ход, надо было играть А5, чтобы пешку не потерять. После ЖФ6 я забрал. И здесь у меня просто уже очень мощная проходная на вертикали А. Которая осталась буквально 2 хода до того, чтобы стать Ферзем. И позиция, строго говоря, выигранная. Вы оценку видите, плюс 2. Король Д7. А7 пешку я до упора затолкнул. И здесь точнее было сыграть Владья А6, чтобы просто вырезать короля и сразу напасть на пешку. Держать ее было нечем. Я рассыграл Владья Б4. Но и вот здесь не стоило красоваться и мгновенно исполнять ход, который я сделал. Владья Б8. Нужно было сыграть Владья Б5, защищая слона. Ну и что делать с черным? Если Владья Ж2 пытаться вот так пойти в контр-игру, то уже Владья Б8 сразу. Поэтому черным здесь ничего не остается, кроме как стоять на месте. Допустим, если Конь А4, то слон Е3. Слон отходит из-под нападения короля и хочу Владья Б8 сыграть. Поэтому Конь должен стоять здесь, стражить поле Е3. Соответственно, ничего не остается, кроме как ходить Владьей зад-вперед. Владья Е8. Ну тогда бы я сыграл А4, Владья А5. Дал бы шаг уже здесь. Забирать слона нельзя, потому что вот такой красивый мат бы последовал. А на Король Д7. Здесь забираю пешку. Ну и позиция черных разваливается. Вот эта пешка на А7 полностью парализует силы соперника. И таким образом, если бы я сыграл Владья Б5, то просто бы выиграл партию. Но я же сыграл Владья Б8. И Владья Ж8. Пожертвовал слона. Ну с расчетом на то, что после Владья Ж8 я играю Владья Б8. И мой ферзь проходит. Поэтому Адибан грамотно забрал пешку. У меня лишнее качество. Но я подумал, здорово. Лишнее качество против одного из лучших гроссмейстеров мира. Тут уж как-нибудь справимся. Но не тут-то было. Ошибки продолжились. Король Д2 было точнее. Здесь у белых еще выигранная позиция. Но уже сложнее играть. Тут уже я где-то выпустил перевес. И стал играть на ничью. И здесь я просто решил все пешки уничтожать, чтобы сделать ничью поскорее. Но на самом деле, было бы у меня чуть больше времени. Можно было и поиграть на победу. Владья Ж8. На Д3 Владья Б8 шаг. Забрать пешку. И здесь лишнее качество. Эти пешки никуда не идут. Король в опасности у соперника. Позиция выигранная. Я же решил сразу съесть пешку на Ф5 здесь. И на Е4. Допускаю вилку, но решил просто все пешки уничтожить. Разумеется, эта позиция ничейная. Владья и конь не выигрывают против Владьи. И если бы я не допустил вот этот банальный зевок в конце, сыграл бы, скажем, Владья Е7, то была бы ничья. Ну а после же Ф5 и конь Е2 мне пришлось поздравить своего соперника с победой. И кто-то скажет, ну вот, случайно ему повезло. Ну нет, друзья, все-таки удача это не случайность. Это очень сильный гроссмейстер, который много лет работал на свою удачу. И вот эта удача ему сейчас принесла успех. А я благодарю вас за внимание. Ставьте лайк, если вам понравился такой новый формат видео, где я играю в живые шахматы. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новых интереснейших выпусков. Ну и разумеется, скачивайте книгу «21 критическая ошибка новичка в шахматах». И увидимся совсем скоро.